Дворец спорта 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 Футбольное, мотобольное поле, хоккейная коробка, теннисные корты открытого типа, беговые дорожки, сильный двор. Ледовый дворец Арктика – это не наш объект, как многие считают и путают. Это коммерческая структура, не входящая в состав муниципальных объектов спорта. В самом дворце спорта мы оперативно управляем игровой зал на 3000 человек, на 3000 посетителей с паркетом на 1200 квадратных метров. Тренировочный зал на 800 квадратных метров, танцевальный зал, борцовский зал, тренажерные залы и так далее. Вот в основе своей это два крупных объекта, которые все знают и видят. Плюс при подъезде на стадион на улице Садовой, где занимается картингом, это наша МБУ-лидер, там есть секция по картингу. Они на нашей парковочке, на Садовой, занимаются ежедневным режимом не только летом, но и зимой. Вы, наверное, как никто другой знаете, вообще спортивные ли люди, видновчане, ходят ли они на спорт и ходят ли они в качестве зрителей также? Что скажете? Ну, скажу так, что на баскетбол, конечно, зрителей стало немножечко меньше. Раньше, если мы помним, у нас когда-то была программа «Зритель», и вместе с этой программой приобщение наших гостей и наших жителей было максимальным. Они волей-неволей оказывались на баскетбольных матчах и тем самым приобщались к этому виду спорта. Если мы возьмем мотобол, несмотря на то, что баскетбол у нас бесплатный, туда не так много ходит, а мотобол является платным, хоть и не за большие деньги, но туда регулярно приходит очень много людей. Вот в прошлом году мы закрыли одну из трибун и оставили одну трибуну, которая ближе к парку. Это новая, которую мы готовили к чемпионату Европы. Соответственно, она сейчас заполняется в полном объеме. Это порядка 700-800 человек. Если говорить в цифрах, сколько людей посещают объекты Дворца спорта? Вот, наверное, какая-то есть статистика. Да, да, да. Мы ведем статистику. Значит, за прошлый год, чтобы не ошибиться, это у нас посетили 135 720 посетителей. Это мы не берем в учет лиц, которые у нас регулярно занимаются, те, кто заходят на наш объект. Именно с главного входа Дворца спорта Видное у нас там есть счетчики. Также мы не берем в расчет день города, который мы проводим тоже на нашем объекте, на стадионе Металлург. Для кто не в курсе, у нас ставятся металлодетекторы на входной группе, которые тоже отсчитывают количество проходов. Мы понимаем, что существует некая миграция людей туда-сюда во время Дня города, но счетчики показывают порядка 55-60 тысяч человек ежегодно проходят через эти металлодетекторы. Если мы посчитаем, что миграция существует и поделим хотя бы на полтора, то порядка 35-40 тысяч мы реально принимаем в День города на стадионе Металлург. Сколько на этот год запланировано спортивных мероприятий и вообще растет ли их число, количество? Вот если мы возьмем времена до пандемии, то, конечно, количество мероприятий было колоссальное. В один год по итогам за 2014 год и по подсчетам мы провели 467 мероприятий. Ну, мы понимаем, что 365 дней в году, но у нас все-таки несколько площадей спортивных. И, соответственно, на этих площадях может одновременно проходить мероприятие. К примеру, в игровом зале идет баскетбол, в тренировочном каратэ, на футбольном поле футбол. То есть это три мероприятия одновременно могли проходить. По итогам за 2014 год, как раз за счет увеличения доходов учреждения и за счет того, что мы увеличили количество мероприятий, Вольно-экономическое общество, созданное еще при Екатерине II, признало меня лучшим менеджером Московской области в отрасли спорта. Именно за счет того, что мы увеличили такие показатели. Конечно, пандемия подкосила нас всех, и количество мероприятий стало значительно меньше. Но сейчас мы стараемся потихоньку выходить на допандемийный уровень. И вот на этот год у нас запланировано порядка 370 мероприятий на год. Какие-то спортивные секции для видновчан, бесплатные, есть у вас? Значит, сам объект спорта, дворец спортовидный, в состав которого и стадион, и дворец, как я сказал, мы не проводим никаких секций с исключением спортивного клуба по работе с лицами с ограниченными возможностями. Данная секция проходит у нас на стадионе Металлург и во дворце спорта в зимнее время по президентской программе Лига Мечты. Мы ставим детей с ограниченными возможностями на ролики, на скивилы, игровая форма и так далее. Все остальное мы подготавливаем площади для передачи этих площадей последующим и конечным пользователям. Это спортшкола Олимп, Лидер, Спарта и Каи и так далее. В основе своей все эти секции, они бесплатные. То есть спортшкола Олимп ведет свою секцию, это футбол, это легкая атлетика на сегодняшний день, она частично в Олимпе, частично в Лидере. И опять же в Лидере тоже есть каратэ, легкая атлетика, тоже какое-то отделение футбола, несколько отделений баскетбола. Для граждан все эти занятия бесплатны. Мы в свою очередь тоже предоставляем этим муниципальным бюджетным учреждениям свои площади без возмездности последующей компенсации коммунальных и изготовленных расходов. Соответственно, мне кажется, Ленинский район поддерживает идею, так сказать, нашего праотца Ленина, что все бесплатно. Я знаю, что в этом году появились и новые виды спорта, в Дворце спорта, соревнования по новым видам спорта. Расскажите, какие это? Ну, это не только в этом году. У нас действительно последнее время стало якорным услугополучателем. Это федерация Сёто Канкарате. Они традиционно проводят у нас два раза в год, готовятся к чемпионат России, кубок России, по несколько дней, по три, по четыре, по пять дней. У них проходят семинары, мастер-классы, а потом порядка трех дней именно соревновательного периода в основном в большом зале Сёто Кан. Потом бодибилдинг стал для нас тоже довольно традиционным мероприятием. Вот в марте месяц у нас ожидается аж два мероприятия, посвященных бодибилдингу. Это 10 и 24 марта, куда я вас всех приглашаю. Пожалуйста, приходите. Это очень интересное мероприятие для тех, кто занимается культуризмом, спортом, поддерживает физическую форму, красивую для девушек. Будет интересно посмотреть, к чему можно прийти. Замечательно. Впрочем, Дворец Спорт – это не только площадка для различных спортивных мероприятий, культурные и не только различные социальные. Давайте поговорим на эту тему. Касаемо социальных мероприятий, у нас тоже традиционные стали такие мероприятия, как «Поступи». Оно должно у нас пройти точно так же 31 марта. Эта выставка посвящена выпускникам школы, которые готовятся к поступлению в институты. Различные институты, университеты Москвы и Московской области выставляют свои стенды, где любой будущий абитуриент может подойти, ознакомиться с правилами поступлениями, существуют ли общежития, какие вступительные экзамены, какие-то пристрелочные вопросы. То есть не нужно ездить в Москву для этого? Нет. На сегодняшний день уже несколько лет подряд, если не ошибусь, в этом году это будет третий год подряд, все рядом с домом, все создано для того, чтобы наши граждане Ленинского городского округа не утруждали себя, не ехали в Москву, а все, и получили все услуги здесь. Ровно точно так же уже третий год подряд у нас проходит выставка, посвященная здравоохранению, где можно прийти и узнать не только о муниципальных бюджетных услугах, которые в составе нашей больницы или роддома находятся, но и в том числе про коммерческие какие-то учреждения, которые оказывают услуги, будь то оздоровительные услуги, будь то косметологические даже услуги. – Еще какие мероприятия проводятся? Это и выпускные? Давайте тоже все это осветим. – Ну, выпускные у нас традиционно, прекрасное мероприятие, выпускники от нас уходят довольные. Единственное, что мы, наверное, все знаем, что выпускной бал, который проводится во Дворце спорта, он не может проводиться абсолютно для всех выпускников всех школ городского округа, это колоссальное количество. Во Дворец спорта собираются, так сказать, отличники боевой и политической подготовки, золотые медалисты, золотые значки ГТО. Кстати, мы тоже являемся центром тестирования ГТО. В этом году ГТО возрожденному всероссийскому, всероссийской норме по ГТО 10 лет исполняется. Также у нас 29 марта пройдет единый день ГТО в тренировочном зале, куда тоже приглашаю всех граждан городского округа, не только граждан, которые проживают в городском округе, это могут быть любые граждане Москвы, Подмосковья. Мы принимаем всех неограниченно от места их нахождения. У нас за прошлый год ГТО сдало более 4 тысяч человек. Из этих 4 тысяч человек у нас 794 значка получили. Это довольно хороший показатель для норм, которые ставят нам задачи Министерства спорта. Кстати, про Министерство спорта, если позволите, сегодня была коллегия Министерства спорта. У нас сегодня новый министр был, не то что был представлен, мы сегодня, так сказать, впервые были на общем собрании. Мы, буквально две недели назад, наш бывший глава Абаренов Дмитрий Александрович, который в последнее время был министром спорта Московской области, был назначен директором Мособлтранса Московской области. Соответственно, его первый зам Алексей Перов, он остался исполнять обязанности министра. И сегодня он нас собирал в здании Министерства спорта, подводили итоги за прошлый год. Ленинский район был отмечен в динамике доходов и развития количества секций, и количества занимающихся спортом. Вот действительно, если говорить об областном уровне, наш дворец спорта лучше, чем другие? Если да, то отмечался ли он на областном уровне? Мы уже дважды являлись лучшим объектом спорта Московской области. В сегодняшнем дне я не люблю давать себе такую какую-то глобальную оценку, не только мне, но и всему коллективу. Ведь всем, наверное, давным-давно известно, что если что-то хорошо произошло, то это победа всего коллектива. А если что-то плохо произошло, это проигрыш руководителя. Поэтому пусть наш объект спорта оценят другие учреждения, посетители. Ну, скажу так, по оценкам Яндекса мы получили пять звезд. Вы сказали, что дворец спорта – это работа всего коллектива, хорошая работа коллектив. Сколько это человек, это видновчане, вот вы на них делаете упор или приглашаете из Москвы людей? Расскажите, пожалуйста, много ли вакансий? Да, спасибо за вопрос. С удовольствием освещу это. Значит, это порядка ста человек. Это на два объекта. Опять же, это стадион и дворец спорта. Естественно, вакансии существуют. На сегодняшний день у нас тоже есть ряд вакансий. Не буду занимать, наверное, время эфира. Я оставлю вам для материалов и связи с вами или с нами. Обращайтесь к нам в отдел кадров. У нас есть ряд вакансий, на которые мы готовы были пригласить бы жителей Ленинского городского округа. В основе своей это являются жители городского округа. Тем самым налоги остаются тоже в городском округе. Порядка 10-12% – это жители Москвы. Знаю, что за последние годы было сделано немало в Ниве поддержания объектов спортивных, то есть в том числе и футбольное поле. Давайте немножко тоже об этом расскажем. На таком высоком уровне. Да, мы действительно стараемся держать высокую планку именно инфраструктуры. Наш лозунг – мы создаем условия для чемпионов. Как я уже и сказал, у нас есть «Металлург», у нас есть «Спарта-ИК». Заслуга выращивания самих чемпионов и завоевания медалей – это их заслуга, тренерского штаба, команды и вообще организаторов вокруг самой команды. Но мы сами, в свою очередь, тоже себе ставим некую задачу – содержать объект таким образом, чтобы лица, которые прибывают к нам для тренировок, воспитанники различных клубов, они себя чувствовали в суперкомфортных условиях. Это и тепло, и свет, естественно, кондиционирование, бесплатная вода, отфильтрованная. То есть у нас на каждом объекте стоит кулер, который фильтрует воду. Вы всегда можете прийти, набрать водичку. То есть не надо даже лишние средства тратить. Администрация Ленинского городского округа, соответственно, поддерживает нас в наших ровениях. Содержать объект в хорошем состоянии. За что тоже отдельная благодарность администрации. Вот в 2018 году мы поменяли искусственный газон, который находился на футбольном поле. Ваша команда прибывала к нам, снимала интервью, снимала репортаж про замену этого футбольного поля. Если не ошибусь, он есть на ютубе. Значит, данное футбольное поле входит в 10 рекомендованных искусственных покрытий, которые рекомендует РФС. И только на этих искусственных покрытиях можно проводить соревнования и матчи высшей лиги РФС. То есть вот у нас газон сербского производства. Он имеет сертификат как FIFA, так и РФС. Это касаемо газона. При подготовке мы надеялись провести чемпионат Европы, если не ошибусь, в 2021 году. Чемпионат Европы по мотоболу. Под этот промежуток времени была заменена одна из трибун, которая ближе к центральному парку находится. Заменено асфальтовое покрытие. Перенесено табло на мотобольном поле. На сегодняшний день, если помните, раньше табло было просто с циферками. Сегодня это диодное полноценное табло, которое позволяет не только нам показать счет, но и какой-то видеоролик. Со временем мы надеемся, что в этот спорт придет и видеоповтор, который будет нам позволять выводить какие-то острые моменты для мотобола. В 2017 году, понимая, что мы являемся сугубо спортивной площадкой в части дворца спортовидная, на нашем объекте проходят концертно-зрелищные массовые мероприятия, в том числе политические какие-то собрания. А потолок у нас арочный, металлический. И эффект реверберации гуляющего звука, отражения от металлического потолка достигал 10 секунд. То есть эхо гуляло 10 секунд по зданию в игровом зале. Нам было принято решение, и под потолком установлены шумопоглощающие панели. На сегодняшний день эффект реверберации снизился до 1 секунды, что позволяет нам проводить любые концертно-зрелищные мероприятия. Если помните, в прошлом году отгремел прекрасно концерт Лепса. На этот год у нас тоже есть планы. Не буду сильно забегать на эти планы и рассказывать, пока не подписаны контракты. Но как только контракты с артистами будут подписаны, мы в обязательном порядке в социальных сетях проинформируем всех граждан, жителей и посетителей нашего прекрасного городского округа о том, какие планы, какие артисты у нас будут. И будем ждать в гости. Некоторые проекты, скажем так, еще в работе, или что-то где-то не получилось. Например, были жалобы в этом году на лед. Давайте расскажем, как сейчас обстоит ситуация. Спасибо большое за вопрос. В первую очередь, давайте расскажу и принесу извинения. Действительно, в этом году мы знаем, какой был перепад температуры. Мы почти в Новый год с вами вступили с плюсовой температурой. А на первых числах января мы получили сразу отрицательные температуры. Минус 10, минус 20 и до 20 с лишним градусов. Минус градусов. Соответственно, когда происходит заливка льда, готовится снежная подушка. И когда происходит перепад температуры от нуля к минусу плавно, на 2, 3, 5 градусов, то это возможно планомерно заливать и выравнивать. Тут получилась ситуация, что мы только начинали лить воду, и она уже замерзала. Тем самым первые слои начинали появляться бугры. В январе месяце качество льда было действительно невеликолепным, хотя мы заливаем ежегодно этот каток, не получаем хорошие отзывы. У нас практически те же самые люди работают, та же самая команда. То есть опыта хватало. Именно погодные условия в этом году создали историю, что у нас был некачественный лед. До момента оттепеля, которая наступила в конце января, в начале февраля, оттепель, которая была порядка 6 дней, подтопила лед. И вот в сегодняшнем дне каток еще очень даже неплохой. При этом приношу извинения за доставленные неудобства гражданам. Мы стараемся для вас ежегодно, как старались раньше, так и будем стараться, еще больше и активней. Будем надеяться на ваше понимание, лояльность и понимание, что погодные условия не всегда позволяют нам на открытом катке создать идеальные условия для вас. Еще одна из резонансных тем, которая волнует наших жителей, это парковка у Дворца Спорта. Как сейчас там сложилась ситуация? Да, парковка около Дворца Спорта и около Тимоховского парка. Для понимания, это большая парковка между Дворцом и Битцевскими холмами. Парковка традиционная изначально была построена для Дворца Спорта, для прохождения регламентов, которые существуют в чемпионатах России, чемпионатах Европы, в которых мы в том числе участвовали до исключения наших федераций из международных различных федераций запрета участия нам в европейских турнирах. На сегодняшний день эта парковка занимается в утренние часы, занимается людьми, которые убывают в Москву на электричку. Кто не знает, от этой парковки около Битцевских холмов есть переход через речку Битца и по ДМ-4 они выходили на станцию Расторгуева. Вечером эти граждане прибывали, забирали машины, убывали к себе домой, соответственно, но приезжали лица, которые живут в Битцевских холмах, оставляли машину на ночное время и убывали. Особенно это была проблемная история в пятницу вечером, когда в пятницу вечером парковка уже заставлена. В субботу у нас проходит какое-то массовое мероприятие с прибытием порядка 300-500-700 посетителей. И этим 300-700 посетителям необходимо где-то было парковать машины. Они прибывают со всей России. И граждане в том числе сталкивались с транспортным коллапсом, который находился вокруг Дворца спорта по улице Олимпийской. Эта зима вдобавок дала нам огромное количество жалоб в системе Добродел. Мы получали от одной до трех жалоб от граждан, которые оставляли машины на бесплатные парковки и жаловались о том, что парковка не почищена. Какое-то решение этой проблемы есть? Да. Значит, так как средств на уборку данной парковки у нас изначально не было заложено, но у нас был свой транспорт, который мог это очистить. Там трактор, маленький бобкэт. Опять же, из-за погодных условий сформировалась наледь, которую наша техника, к сожалению, взять не смогла. Было принято решение о том, что мы переводим данную парковку в ближайшее время на платную основу, что позволит доходам, которые появятся в учреждении, заключить дополнительные контракты на очистку и обслуживание данной парковки. Ну, тут нужно сделать пояснение, что парковка будет платная с определенного времени. Да, да, да. Значит, во-первых, три часа, первые три часа останутся бесплатными для посещения парка, который находится, Тимоховский парк, или для занятия в секциях, которые во дворце спорта, но останется бесплатным три часа. Свыше трех часов будет оплачиваться, так как все-таки эта парковка создана для объекта спорта, а не как перехватывающая парковка или как ночная парковка для граждан. При этом граждане действительно у нас все уже привыкли к определенному уровню качества и сервиса, как и мы с вами, и хотим видеть все действительно очищенное, чистенькое, красивое, светленькое, охраняемое, с камерами и так далее и тому подобное. Все это будет реализовано, но, естественно, за счет средств, которые поступят к нам от паркующихся на этой территории. Ну, получается, тот, кто приезжает на тренировки или на какие-то соревнования, наверняка укладывается в эти три часа, и для них, собственно, ничего не изменится. Да, абсолютно точно. Скажите, афиша на 2024 год, наверное, уже сформирована или какие-то есть свободные даты? Вообще, что бы вы могли выделить, чтобы наших жителей пригласить? Ну, я вам так скажу, такие месяца аншлаговые, допустим, апрель, март, апрель, мы уже забронировали 100%, ноябрь, декабрь 100%, в эти даты мы уже никакие мероприятия разместить не сможем. Довольно незагруженными являются летние месяца, но это традиционно в нашей стране, люди бывают в отпуске, как таковой, не хотят соревноваться между собой, хотят немножко отдохнуть. Но мы уже бронируем даты на декабрь 2025 года. Вот буквально сегодня мы провели очередную встречу и получили бронь на ноябрь 2025 года. То есть мы всегда загружены плотно и стараемся сделать так, чтобы у нас была загрузка, как говорится, не то что 100%, а 110%. Замечательно. Спасибо вам за интересную беседу, за то, что у нас такой замечательный дворец спорта. А я напомню, что у нас в гостях был директор Дворца спорта «Видное» Александр Дмитрашко. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова